А, вот тот, которого мы выловили. Да, уже его так... А это окунь? Это терпук. Терпук. Вообще, в этот пирог, насколько я знаю, может идти любое сочетание рыбы. Но не только рыбой жив этот пирог. Туда входит еще у нас... Капуста. Капуста. И лук. Давайте порежем. Мелко режем? Да, мелко. Пока... Лука нарезаем. Наташа режет капусту, я мелко режу лук. Нож туповатый, да и повар не очень. Я про себя, но что-то получается. А вы что там, какие-то колбаски крутите? Это что такое? Плетенка. Плетенка. Почему вы не спросили, как делать маковую плетенку? Я бы вам показал, и лук не надо резать. Глаза щитят. Берем таз. Туда... Капусту. Капусту. Укладываем лук. И вы удивитесь, мы рыбу мы сюда кладем, да? Да. Повторяю, можно готовить из любой рыбы. Солим. Перчим. Так. Добавим немножко сахара для вкуса. Сахара? Да. А зачем сахар? Чтоб вкус был. Чтоб сладкий вкус был? Сладковато слегка, да. Как интересно. Для сочности. Так. И приправим маслом растительным. Приправим. Что дальше делаем? Берем тесто, раскатываем. В лепешку. Толщиной один сантиметр. Вот мы ее раскатали. Теперь мы берем нож. И нарезаем на 14... ...скусков. Я думал, это пирог. А мы пирожки будем делать? Пирог в виде рыбы мы сделаем. А-а-а. Да, и для этого нужно на 14 кусков, Настя? Давайте. Раз. Перединку мы укладываем. Алтата, мы не нарезали на 14 кусков, а надрезали. Надрезали. А вы меня испугали. Хорошо. Так. Давайте. Вкладываем начинку. А, я бы ее и так съел. Дальше. Теперь придаем форму рыбы. А как это можно сделать? Это вот конечки мы загибаем. Это у нас получается голова. Наташа оказывается не только замечательный пекарь, но и потрясающий скульптор. Эта композиция достойна Зубила Родена. Посмотрите, какая получилась красота с лапками. Это лапки? Это хвостик. Это хвостик. А у меня ощущение, что это нерфа стоит на задних лапах. Но, тем не менее, это пирог называется золотая рыбка. Мы кладем эту рыбку на противень. Она ко мне немножко прилипла. Не хочет расставаться. Вот она, рыбка. Все? Нет, это еще не все. Мы еще добавим, поставим изюм. Изюм? Сейчас я принес, я видел изюм. Я не знал, что это рыба с изюмом. Вот изюминка в чем. Вот. И сколько надо изюма туда? Ну, нужна только одна изюминка. Зачем? Для того, чтобы сделать самое главное, поставить рыбки глазки. Ах, рыбки глазки мы делаем. И что, несем в печку? Несем в печку. Пошли. Ой, сколько булочек вокруг. Сколько суток. Здесь он в печку. Конечно, духовочка. Я таких не видел космических. Но, Галина Павловна, в обычную духовку тоже можно, да? Да. Наверное. Кладем. Ставим нашу рыбку выпекать. Сколько градусов? 180 градусов. И сколько времени? 20 минут. 20 минут. Ждем. Горячий. Галина Павловна, вот смотрите, что получилось. Я не мог предположить, что наш пирог так распухнет. И он из золотой рыбки превратился в золотого тюленя. Видите, лежит на боку, обхватил себя ластами. Но это никак не отразилось на его содержимом, на его начинке. А теперь вы еще увидите, какой он красивый. И можно украсить любую витрину. Даже вот эту. Но я не буду укражать, его же надо есть. Добро пожаловать.